Добрый день всем слушателям и зрителям этого проекта «Корона де Камерона». Меня зовут Янур Вишневский. Я польский писатель и ученый, но теперь меня знают больше, чем ученый. Я в Гданьске, в самоизоляции, в которой я прихожу в Гданьске, недалеко Балтийского моря. Сегодня я хочу прочитать вторую часть отрывка моей новой книги, которая будет издана, я думаю, в конце или в половине июня в России через издательство АСТ. Книга очень популярная была, первая часть этой книги очень популярная. Теперь будет продолжение «Одиночество в сети». Некоторые люди знают эту книгу, я думаю, много людей знают эту книгу. В 18 лет я отказывал написать продолжение этой книги, но теперь я решил это сделать. Книга называется «Одиночество в сети. Возвращение к началу». Это будет продолжение там той книги, которой 18 лет. Главным героем этой книги есть Якуб, сын главных героев первой части, безыменной ей. И Надя, молодая студентка, с которой он познакомился и влюбился в нее. У нее есть русские, украинские и польские иконы. Эта книга начинается от ретроспекции 18 июля 1996 года. Главная героиня, безыменная она, ожидает в аэропорте в Париже своего любовника, Якуб, главного героя «Одиночество в сети». Он должен прилететь в Париже, Нью-Йорк, но она не знает, произошла огромная катастрофа. Это реальный факт. 18 июля самолет авиалинии TWA в полете 800 упал в океан, и все пассажиры погибли. Она не знает об этом, потому что пришла в аэропорт, чтобы встречать своего мужчину и узнать в аэропорте, что-то случилось. Если это специй, то каждого 18 июля сюжет новой книги происходит 21 год после этого, что случилось. Она отмечает этот день, для нее этот праздник. Каждого 18 июля начинает курить сигарету, пьет уиски и вспоминает, что случилось больше, чем 20 лет тому назад. Этот любовный роман был невероятно важный. Она вспоминает его и никогда его не забыла. Окончилось о том, что она пришла вчера в момент, когда она пришла в аэропорт и узнала, что этот самолет из Нью-Йорка в Париже не будет приземлять, потому что он не может прилететь. У нее есть интроспекция, она вспоминает своего отца. Я кончил вчера на тексте, который звучал страшный пьяный крик отца. Это тоже текция, она вспоминает своего отца. Я бы хотел всех попросить, чтобы извинили мои плохие русские, читать русский текст через иностранца, читать слух. Это не такое простое. Я не читаю слух своих книг на польском и на других языках тоже не читаю. Но на русском это, можно сказать, моя примера. Абсолютно первый раз. Но я очень доволен, что меня пригласили в этот невероятно красивый проект Corona Decameron. Я думаю, что это может вам занять немножко минут этой самоизоляции. Но начинаю читать. Поздравляю всех. Прошу извинения, если не будет так, как это должен сделать актер в российском театре. Страшный пьяный крик отца. И хотя бы он вроде как из, скажем, какой-то хрипучий, вибрирующий, вроде как из громкого говорителя, но все равно я его узнал. Это был его голос. Отец в том сне, который я никогда не забуду, орал на меня из недр какого-то темного узкого тоннеля, пробитого и в еще более темной бездне. Темнота в темноте. Его крик. Вот такая для меня была первая встреча с наркозом. А там, в том аэропорту, было очень светло и очень тихо. Вот почему я точно могла сказать, тогда это был не наркоз. Не помню, какие слова того парня с листком дошли до меня первыми. То ли, что он жив, то ли, что он летит к тебе. Зато я помню, как потянулась за этим листком, вырвала у него из рук и стала читать. Когда я прошла уже в третий раз, с начала до конца, сердце у меня словно вывернулось на инзнаку. Дыхание перехватило. Я оттолкнулась сначала санитара, потом администратора, и потом молчаливала и с густой проседью мужчину в синей форме. А может, и не оттолкнула я никого. И они сами растворились. Вряд ли. Во всяком случае, я начала протискиваться сквозь толпу. Въезде на полу видела насилки. У стен, у строек регистрации, рядом с цветочными вазами. Въезде, на чём только было можно, сидели люди. А если не на чём было сидеть, то сидели на карточках или лежах, прикрыв лица руками, молились. Но чаще всего плакали. Над ними склонялись другие люди. В белых хаватах, в светлоотражающих жилетах, чёрных сутанах, монашки в белых или серебристых серых одеяниях. Из громкоговорителей доносился спокойный голос дикторши, повторяющий, как заезженная пластинка по-французски, по-английски, по-немецки, что самолёт авиалинии ТВА, рейс 800 из Нью-Йорка в Париж, по техническим причинам сегодня не прибудет. Да мать вашу, раз так, да разыдак. Какие мозги надо иметь, чтобы придумать то, что они придумали, по техническим причинам. Хотя, если подумать, то это не расходилось с правдой. Разбившийся от удара о поверхность океана на тысячу кусков самолёт, в сущности, по самой той, что что-то не есть, технической причине прилететь не сможет. Как сейчас слышу, силаристически в тех обстоятельствах голос дикторши. И его я тоже никогда не забуду. Помню, что потом я сидела на какой-то пустой лавочке, прямо напротив молочно-белых дверей, которые раздвигались и снова сдвигались с песком. А стоящий перед мною на коленах парень из гостиницы, уверял меня, что он должен выйти из этого коридора. Он должен выйти из этого коридора. Потом на меня что-то накатило, и я заплакал, почувствовав разливающуюся от низа живота к рукам волну благодарности. И меня захотелось эту мою благодарность обязательно выразить. И поскольку я не знала, кого благодарить, вознесла благодарение Богу. Хотя верующей я никогда не была. И тогда эти пищащища молочные белые двери раздвинулись в очередной раз, и из них вышел он. На мгновение остановился, нервно оглядывался вокруг. Он. Первый раз невиртуальный. Пусть вдали, но наконец реальный. Из плод и крови. Наконец-то. Она поднесла губам пустой бокал. Языком подхватила и отравила в рот кубик льда. Остальные высыпала на лагонь и потеряла ними пылающее лицо. Он заметил меня, говорила. И когда он стал медленно приближаться ко мне, я тут же забыла о Боге и благодарности. О том, что я с размазанным макияжем и гигантской гематомной от иглы, я выглядела, как наркоманка со стажем. Хотела сорваться со скамейки, полететь к нему, прикоснуться, чтобы окончательно убедиться. Но я не смогла сойти с места. Ноги будто переросли к мраморному полу. А может, оно и к ей лучшему? Может, во всем это был какой-то замысел? Ведь женщина не должна бегать за мужчиной. Даже влюблена женщина, пожалуй, прежде всего, именно такая не нужна. Помню, когда он приблизился ко мне и грустно взглянул огромными голубыми глазами и я прижала палец к губам, подавая знак, чтобы он ничего не говорил. А потом вздохнула она, прикуривая очередную сигарету. Только потом. Внезапно в гостиной зажегся свет. Ее передернуло, будто ток от включенного света прошел сквозь нее. А, заслышав шаги, пришла к себе. Поспешно притущила сигарету, кубик льда, зажала бокал между ног и прикрыла его ночной рубашкой. Это первая часть этой книги, как начинается эта книга. Как я вам обещал, это наказание меня слушать, иностранца, который читает вслух русскую книгу, не был долгий. Я очень счастлив, что эта книга будет в России. Я знаю, что много людей ждут этой книги. Первая часть была издана 18 лет тому назад в Польше, в 2005-м в России, с нового поколения. Она может быть для всех интересна. Эту книгу можно читать, не читавши первые части, но лучше, если вы прочитаете эту первую часть «Одиночество в сети». Я счастлив, что вы меня пригласили в это время пандемии с этим проектом корона Декамерона. Я бы хотел корону теперь продать дальше льву Рубинштайну, поздравить всех и желать прежде всего здоровья, много здоровья. Все будет хорошо. Я верю, это все будет, и мы будем снова могли друг друга встречать. Поздравляю всех, которые принимают участие в этом проекте. Поздравляю всех зрителей. Поздравляю продюсеров, которые были так терпливы со мной работать и сделали эту снимку. До свидания. Я Януш Леонид Вишневский в Гданске, в Польше. Субтитры создавал DimaTorzok